здравствуйте уважаемые друзья очень рада вас приветствовать на нашем канале сегодня у нас в гостях иммиграционный эксперт из Великобритании и тема нашего видео это рабочая виза Великобритании здравствуйте Евгения здравствуйте Алена очень рада вас видеть спасибо для начала хотелось бы уточнить такие вопросы как кто может претендовать на рабочую визу Великобритании и расскажите пожалуйста немножечко о том как повлиял выход Великобритании с Brexit и как сейчас трудоустраиваются например европейцы и обычные граждане из СНГ кто не входит в Евросоюз спасибо за вопрос я наверное начну самой горячей темы это Brexit образом Brexit повлиял на эту категорию фундаментально я бы сказала повлиял потому что теперь нет никакого принципиального различия между гражданами СНГ или гражданами Евросоюза для всех кто хотел бы приехать в Великобританию на работу потребуется такая виза рабочая 1 декабря прошлого года то есть совсем недавно произошли некоторые изменения по этой категории поменялось название но мы не будем загружать наших зрителей информации технической поменялось название но самое главное это поменялись конечно требования по этой я бы сказала что процесс оформления рабочей визы несколько упростился до 1 декабря достаточно высокая планка существовала для тех кто хотел бы эту визу получить а также для компаний которые хотели взять на работу сотрудника иностранца теперь поскольку Великобритания больше не входит состав Евросоюза при этом британцы понимают что им может потребоваться рабочие силы из Евросоюза в прошлом здесь очень много было сотрудников с европейскими паспортами причем они занимали то что принято называть низкоквалифицированные позиции да в обслуживающем секторе в общем-то все это и привело к изменениям в категории которых я сейчас скажу основные изменения которые мне кажется заинтересуют абсолютно всех вне зависимости от гражданства национальной принадлежности это конечно на какие рабочие места можно претендовать по этой визе список позиции утвержденные иммиграционной службы Великобритании он огромный этот список мы сейчас не будем подробно на нем останавливаться просто важно понимать что этот список есть и прежде чем искать работу или например есть уже поступило какое-то предложение от работодателя убедиться в том что эта позиция в списке находится не на любую позицию можно получить рабочую визу это основная это основной такой тезис но по сравнению со списком который существовал до 1 декабря и списком который мы имеем сейчас он конечно существенно расширился но я могу привести пример например по ранее до 1 декабря на рабочий по рабочей визе невозможно было спонсировать переводчика не допускалось актеров актрис по этой визе нельзя было спонсировать помощников юристов по этой визе спонсировать было нельзя теперь это можно это возможно и это конечно очень позитивное изменение то есть расширяется круг возможностей и кандидатов которые могут претендовать на рабочую визу далее для всех соискателей которые находятся за пределами великобритании опять же до 1 декабря существовал достаточно жесткое требование соответствии с которым компания работодатель должен был сначала предложить эту позицию местным кандидатам местным то есть британцам и европейцы эти граждане были в приоритете они имели право первого голоса и именно этих кандидатов работодатели должны были рассматривать в первую очередь для этого существовала особая процедура позицию нужно было опубликовать в интернете в особых источниках в течение определенного периода времени это достаточно высокая планка и она отпугивала очень многих работодателей потому что случае если вдруг нечаянно нагрянет иммиграционная служба с проверкой вам не удастся все это показать что требование было соблюдено компании могли быть проблемы конечно никто этих проблем не хотел так вот с 1 декабря это требование его аннулировали соответственно если работодатель находит подходящего конкретно для него для его для потребности его бизнеса кандидата ему уже не нужно выворачиваться наизнанку да и доказывать это здесь иммиграционным властям это нужно будет объяснить но он уже может руководствоваться потребностями своего бизнеса видением своего бизнеса пониманием того что ему нужно в данный момент времени то есть это тоже очень позитивное изменение ну и немаловажный аспект этой визы конечно знание английского языка потому что для для некоторых из опыта профессионального знаю для некоторых клиентов это может быть проблемой уровень знания языка по этой визе составляет b1 это средний уровень знания языка по всем четырем навыкам иисусная письменная речь проверяется сдается экзамен как правило айлс но это в случае отсутствия образования полученного на территории великобритании или скажем америке вот это пожалуй основные требования по этой категории то есть знание английского языка наличие предложения о трудоустройстве в компании британской которая имеет тоже немаловажный момент спонсорскую лицензию это особое разрешение здесь от иммиграционных властей на на сотрудников иностранных государств вот если у вас есть такое предложение и если вы дали экзамен по английскому языку то на такую визу вы сможете претендовать вот это если подвести итог хорошо очень важный момент затронули в конце потому что я хотела как раз таки про это спросить про спонсорскую лицензии то есть получается округа ботодателей он ограничен и у нас была недавно failing как нам обратился клиент сказал о том что у него есть работа дать и работать готов предоставить все документы но спонсорской лицензии у него То есть как сложно получить эту спонсорскую лицензию для работодателя, чтобы он мог принимать таких сотрудников? Во-первых, на данный момент количество компаний, которые имеют такую лицензию, составляет больше 30 тысяч в Великобритании. Это количество постоянно растет. И оно будет продолжать расти сейчас, потому что Великобритания вышла из состава Евросоюза. Соответственно, для всех компаний, которые планируют брать на работу граждан Евросоюза, такая лицензия потребуется. Оформить ее возможно. Я не хочу сказать, что это очень легко, потому что многое зависит от самой компании. Нужно смотреть, что это за компания, чем она занимается, сколько времени она существует, какую документацию они могут показать по деятельности компании. Также возможен так называемый аудит. Аудит – это визит сотрудников иммиграционной службы. И во время этого визита они проверяют отчетность компании, смотрят, насколько они в состоянии справиться с обязательствами, которые на них возложит иммиграционная служба. Этот аудит происходит не всегда. Они всегда, прошу прощения за тавтологию, решают это в индивидуальном порядке. Если, например, рассмотрев документы по компании, у иммиграционного офицера возникают какие-то сомнения, опасения, дополнительные вопросы, тогда они могут организовать такой визит. Если же вопросов нет, они могут принять решение о предоставлении лицензии на основании документов, которые предоставлены. Документы, и там информация есть определенная, тоже обязательная, которую нужно будет собрать. Вот, собственно, если очень коротко, как происходит оформление лицензии, занимает это порядка 8 недель, процесс рассмотрения. Но буквально недавно, в конце прошлого года, за дополнительную плату они ввели сервис ускоренного рассмотрения. То есть за 2 недели, за 10 рабочих дней можно получить решение по заявлению на спонсорскую лицензию. Поэтому ответ мой такой, что это возможно, насколько это сложно, будет зависеть от конкретной компании. Вот так. Хорошо. Скажите, пожалуйста, стоит ли это что-то для работодателя, ну, помимо, скажем, юридических услуг? То есть насколько это дорого или дешево? Да, есть определенные расходы, которые несет компания, работодатель. В чем они заключаются? Во-первых, если у компании нет лицензии, нужно оформлять лицензию, да, на этом этапе уплачивается сбор, государственная пошлина. Размер этой государственной пошлины, опять же, зависит от бизнеса. Если это очень крупная компания, то размер пошлины составит около полутора тысяч фунтов. Если компания небольшого размера, то там чуть больше 500 фунтов нужно будет платить за лицензию. Дальше, когда лицензия получена, работодателю необходимо подготовить приглашение работнику, иностранцу. Это приглашение называется спонсорским сертификатом. Вот за выдачу этого спонсорского сертификата компания также должна заплатить около 200 фунтов за один сертификат. И есть еще один расход. Этот расход считается налогом. Налог, который компания обязана оплатить за наим иностранного сотрудника. И размер этого налога, опять же, зависит от компании. Если компания небольшая, то размер этого налога составляет 364 фунта за год. То есть, если мы, например, приглашаем сотрудника на три года, сразу эту цифру нужно умножать на три. Вот получится размер общей суммы налога за три года. Если эта компания очень крупная, то тогда размер этого налога возрастает до тысячи фунтов за год. То есть, на три года пригласили, три тысячи фунтов налога заплатили. Но для крупных компаний это не такая большая проблема. У них это всегда заложено в бюджете. Для компаний поменьше даже 364 фунта может потенциально быть проблемой. Но для ценных, полезных сотрудников это делают. Поэтому вот такие расходы несет на себе компания, да. Хорошо, поняла. Ну, наверное, в таких случаях, когда есть потенциальный работодатель без спонсорской лицензии, я бы рекомендовала, наверное, приходить на персональные консультации с работодателем и с работником, для того, чтобы выявить как раз-таки вот эти все критерии, что нужно будет оплатить и как это оформить. Спасибо большое за разъяснение. У меня, конечно, встает вот такой вопрос, насколько ли актуально все-таки будет для работодателей нести такие расходы для того, чтобы принять этих иностранных работников, да. То есть можно ли сказать все-таки об увеличении шансов на трудоустройство гражданам СНГ? Ну, расходы, которые я обозначила выше, они существуют достаточно давно. И сотрудников из стран СНГ по-прежнему здесь ждут, им рады. Если это действительно ценные и полезные люди для бизнеса, для компаний, которые принесут какую-то выгоду и пользу бизнесу и имеют определенные навыки, знания, опыт в экспертной сфере компании, то из опыта могу сказать, работодатели идут на эти расходы. Я бы, наверное, не назвала все-таки эти расходы очень существенными, если говорить о масштабах бизнеса вообще. Поэтому, на мой взгляд, это никак не существенно, это не влияет на шансы оформления визы для иностранных граждан. Хорошо. Скажите, могут ли работодатели платить меньше своим работникам, приглашенным из СНГ, нежели чем гражданам Великобритании? Важный вопрос, потому что иммиграционными правилами Великобритании также предусмотрен минимальный размер заработной платы. Он зависит от позиции, на которую вы приглашаете иностранного сотрудника. Общее правило такое. Минимальная заработная плата не может быть меньше 25 600 фунтов в год. То есть годовая зарплата до вычета всех налогов. Но финальная заработная плата, окончательная сумма будет зависеть от позиции. То есть, если, например, вы приглашаете человека на позицию помощника-юриста, там одна зарплата, вероятно, она немногим будет отличаться от того минимума, который я назвала. Но если вы приглашаете сотрудника, скажем, на позицию инженера или на позицию руководителя компании, понимаете, что там будет зарплата другой. Она будет выше. И обязательно вот этот минимум, больше можно, меньше этого минимума платить нельзя. Поэтому, да, безусловно, такое требование есть и его соблюдать необходимо. Это уже все решается между работодателем и работником, да, может ли позволить себе эта компания, считает ли они, что сотрудник стоит этих денег. И, соответственно, на этом основании принимать решение. Хорошо. Ну, спасибо большое, Евгения. Мы очень обширно раскрыли эту тему. Я думаю, что человек, который просматривает это видео, у него все ответы на его вопросы становятся по полочкам. Но если все-таки информации этой было недостаточно, вы можете обратиться к нам на сайт, который будет указан под этим видео, либо по номеру телефона, и мы обязательно свяжем вас с нашими партнерами из Великобритании, чтобы вы могли получить более подробную консультацию и анализ вашей ситуации. Мы с вами прощаемся. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok